Действительно, слава Богу за то, что мы имеем сегодня такое прекрасное служение, и за то, что сегодня мы можем собраться пред лице Божьей, как уже было сказано, что народ Божий собирался для того, чтобы праздновать этот праздник, для того, чтобы приходить пред лице Божьей. Божьей, желание моего сердца прочитать одно место и Священное Писание. Это будет 1-е послание Фессалоникийцам, 5-я глава, 18-й стих. 1-е послание Фессалоникийцам, 5-я глава, 18-й стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Хрисе Иисусе». «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Хрисе Иисусе». Этот праздник, который сегодня мы имеем, называется «Жатва». Есть один такой гимн. «Жатва – это день» – какой? Не слышу. Благодарение. «Жатва – это день благодарения». И вот я хотел бы призвать всех нас, чтобы у нас было это чувство, благодарность. И не только сегодня. Не только сегодня мы бы могли благодарить Бога. Не только сегодня, видя эти плоды, восхищаться тем, как Бог может творить, как Бог может даровать все это, что может земля давать плод. Не только сегодня. Знаете, в Канаде есть такой праздник – Thanksgiving. День благодарения тоже. Я думаю, многие из вас знают, как этот праздник появился. Кто не знает, немножко расскажу. Первые люди или переселенцы с Англии, которые приплыли на корабле, они достигли Америки. И вышедшие с корабля, это было в 1620 году, это был месяц ноябрь, перед зимой. Их было около 100 человек экипажа. И вышедшие на берег Америки из 100 человек до весны выжила только половина. Многие умерли от холода, от болезней. И когда весной они уже повстречали индейцев, и индейцы им разъяснили, показали, как нужно на этой земле, которая не была хорошей землей для того, чтобы родить и давать плод, она была каменистая там, где они поселились. И они им объяснили, что нужно туда сеять и как нужно обрабатывать эту землю. Эти люди, англичане, они так и сделали весной, и вот осенью они получили урожай. И урожай был весьма-весьма богатый. И в честь этого они сделали один день, который посвятили, и они назвали его Thanksgiving, день благодарения, когда они благодарили, что Господь помог им выжить и дал этот урожай, и дал эти плоды. Я думаю, как бы хорошо, если бы мы в нашей жизни всегда помнили о Божьей благословениях, о Божьей благодати, о Божьих даяниях, не только один раз в году, не только сегодня, но каждый день, когда мы просыпаемся, когда мы открываем наши глаза, чтобы мы уже могли благодарить Бога за то, что Он дал нам жизнь, за то, что Он дал нам дыхание, за то, что мы можем кушать, за то, что мы имеем, что кушать. Хотел бы задать вам вопрос. Кто из вас за этот прожитый год нуждался в том, чтобы покушать? Были те, которые не имели, что покушать? Слава Богу, что не было таких. Господь весьма нас благословляет и дарует нам все необходимое для жизни, за что Ему и благодарность. Читая этот текст, я задал один себе вопрос. Почему апостол Павел призывает благодарить за все Господа? Неужели в этом есть необходимость? Неужели этому надо учить или напоминать, или говорить об этом? Разве это не само собой разумеющееся? Дело в том, что мы часто забываем о том, что нужно благодарить. И знаете, как получается в нашей жизни? Что то, что мы получаем от Бога, мы считаем, что Он это должен нам. И знаете, бывает так, что люди даже, ну, они огрызаются на Бога и злятся, говорят, а почему я этого не получил? А почему моей жизни не так? Разные упреки, разные выражения к Богу, если что-то в жизни не так. Но заметьте, Господь, Бог, Он не должен нам ничего абсолютного. Ничего абсолютного. И то, что Он делает для нас, в нашей жизни, это все из-за милости своей к нам. Это все из любви Бога к человеку. Бог все это делает даром. Есть такая песня, даром, даром. Все получаем даром. И солнце светит даром. И дождь даром. Да. Я на работе говорил с одной женщиной. Мы как-то зашли в такую тему, когда говорили, что насколько все здесь, в Канаде, поднимают цены. Да. Ну, мы такую затронули немножко экономическую тему. Вы знаете, мне пришла такая мысль, я ей сказал. Я говорю, вот представьте себе, вот здесь, на земле, мы за все платим. За все, буквально, за все нужно платить, отдавать деньги. Я говорю, а посмотрите, вот Бог дает все даром. Кто из нас платит, чтобы дышать, или чтобы видеть, или чтобы слышать? Это мы получили даром. Это мы получили от Господа и благодаря Ему. Итак, апостол Павел призывает и напоминает нам. За все благодарите. Я думаю, во все времена, как и сегодня, часто люди забывают это делать. Это одна из таких причин. Другая из причин, это то, что человек иногда сконцентрирован на том, что он не имеет, а не то, что имеет. И поэтому часто он не может благодарить Бога. Один известный человек, Даниэль Дефо, он написал следующие слова. Все наши ситования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем. Нам нужно учиться благодарить Бога. Представляете? Нужно учиться благодарить Бога. Я знаю наши сестры и брат, которые посещали Африку, они рассказывали, что там, раздавая детям конфеты, они кушали шоколадные конфеты прямо с бумажкой. может они никогда не кушали, может они просто хотели быстро скушать и даже не было времени раскрыть. Но на сегодняшний день посмотрите, сколько мы имеем благословений и сколько мы имеем всего в наших домах, насколько Бог благословляет нас. Это еще более и более призывает нас к тому, чтобы мы были благодарны в нашей жизни, чтобы мы за все благодарили Бога. На страницах Священного Писания мы тоже видим людей, которые были неблагодарны и были те, которые были благодарны. Если мы вспомним о 10 прокаженных, которых Господь исцелил, когда сказал им идите покажите священнику, то из десяти только один вернулся для того, чтобы воздать славу Господу. Один только вернулся для того, чтобы поблагодарить Господа за то, что он сделал для него. И Христос задает вопрос, а где же девять? Разве они не исцелились? сколько много бывает так, что люди ищут Бога лишь для того, чтобы исполнить их желания. И на этом все. Господь желает, чтобы наше сердце, оно было переполнено благодарностью к Нему постоянно, чтобы мы всегда благодарили Его. Еще одно хочу здесь заметить. Отсутствие благодарения, ну, к примеру, скажем так, если я не благодарен, кому от этого хорошо или кому от этого плохо, да? Ну, такой я человек, я не благодарен. Но если мы смотрим на страницах Священного Писания, мы можем заметить, что человек неблагодарен, он человек, который может роптать. И он не может находиться в состоянии просто таком нейтральном я неблагодарен и я никому ничего не делаю, даже Богу от меня вреда нет. По сути, человек или благодарен, или он неблагодарен, тогда он ропщик. Вспомните Священное Писание об Израиле. Это нам говорит 1-е послание Коринфянам, 10-е главе. Мы читаем о том, что апостол Павел говорит, они были образа для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И он вспоминает о том, я прочитаю это место, это 10-я глава, 10-й стих. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образа описана наставления нам, достигшим последних веков. Проблема неблагодарности, она есть насущная проблема. Ну, во-первых, мы читаем апостол Павел говорит, описано наставление нам, достигших последних веков. Я думаю, мы как раз в этом периоде находимся. Это одно. И другое место, это второе послание Тимофея. Третья глава. Смотрите, апостол Павел здесь говорит снова о последнем времени. С первого стиха. Знай же, что последние не наступят времена тяжкие. Он здесь не говорит об экономике, об экологии и других проблемах. Он говорит здесь о людях. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны. И заметьте вот это слово неблагодарны. В последнее время люди будут неблагодарны. отсутствие благодарения вызывает ропот. Люди будут недовольны всем и все будет не устраивать людей. В чем проблема? Проблема иногда в том, что, как я уже говорил, мы смотрим не на то, что у нас есть, и благодарим Бога. А то, что у нас нету, а нам этого хочется. И тогда начинается ропот. Знаете, в молодежи, когда я был, мы часто посещали больницу и раздавали новые заветы, там разговаривали с людьми, я заметил одну такую деталь. Когда я посещал этих людей, вы знаете, в больнице там можно было встретить разных людей, там кого только можно было не встретить. одного где-то порезали там на вечеринке, один там акцидент случился, у него все руки, ноги поламаны, лежит, у кого-то там еще какие-то проблемы, операция какая-то или еще что-то. И вы знаете, вот находясь там, в таком месте, я помню, что всегда выходил с чувством благодарности. Я думаю, Господи, слава Тебе, что я не здесь. Да, я был там, но я не лежу на койке и со мной ничего не случилось. Я помню, как было мне дорого то, что я имею, что Господь дает мне силы, здоровье, дает мне жизнь. Я понял, что многие люди этого просто не имеют. Они страдают в чем-то, они в чем-то нуждаются. А я по милости Божьей жив, здоров. Благодарим ли мы Бога за это? Благодарим и славим ли мы Бога за то, что Он нам дает в нашей жизни? И ценим ли мы это, что получаем от Господа? На страницах Священного Писания мы видим, что были люди, которые понимали Бога, хорошо понимали Бога и они принимали то, что Господь дает. Вот если вспомним Иова, то я не буду зачитывать, когда его жена говорит, похули Бога и умри, то он ей отвечает, что неужели мы будем принимать от Бога только доброе, злого не будем принимать. Этот человек понимал, что все, что исходит от Бога, то, что Бог допускает в его жизни, значит, так надо. И он принимал это. Он не роптал, не хулил Бога за то, что случилось в его жизни, но принял так, как Господь допустил. Аввакум, мы читаем, тоже понимал, что если даже смоковница не даст плода, если даже овец не станет в загоне, но все равно я буду славить Господа Иисуса Христа. Мое отношение к Богу не изменится, если я что-то не буду иметь, или если у меня будет отсутствие чего-то, или что-то я потеряю, но я и тогда буду славить Господа Иисуса Христа. Желаю просто всем нам напомнить еще раз тот стих, который мы читали. за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе Господе нашем. Это воля Божия, и пусть Бог поможет нам всегда и за все благодарить Господа. Аминь. Давайте помолимся.